В Кремле проходили переговоры между советскими руководителями и партийно-правительственной диригацией Германской Демократической Республики. С советской стороны в переговорах приняли участие генеральный секретарь ЦК КПФС Леонид Ильич Грежнев, председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Коцыгин, другие официальные лица. Со стороны ГДР Вальтер Ульбрихт, первый секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии, председатель Государственного Совета ГДР, председатель Совета Министров ГДР Вилли Штоф, другие официальные лица. Во время переговоров состоялся обмен мнениями про вопросом дальнейшего развития отношений между Советским Союзом и ГДР, а также по ряду проблем современного международного положения и мирового коммунистического и рабочего движения. Это будет один из крупнейших в Союзе химический комбинат. Он строится в Татарии, в городе Нижнекамске. Здесь для хранения готовой продукции впервые в стране освоено изготовление резервуаров емкостью в 2145 кубических метров. Сборку и монтаж ведет комплексная бригада Юрия Чапурнова. Нелегко соединить 7-тонные стальные лепестки. Применение шаровых резервуаров-гигантов дает большую экономию высококачественных металлов и значительно сокращает срок монтажа. Долину в верховьях реки Миа недаром называют «золотой». Летом и зимой не смолкают моторы на драгах мягкого прииска. Бесконечная цепь ковшей неустанно поднимает со дна золотоносную породу. Машинист драги Николай Яковлевич Субботин один из лучших мастеров прииска. Начальник драги Павел Матвеевич Гузнецов и десарь Константин Александрович Югенатов умели наладить четкую и безаварийную работу установки в зимних условиях. Вешеные с точностью до миллиграмма благородный металл вольется в золотой запас советского государства. В Москве в Доме Дружбы состоялось торжественное собрание, посвященное национальному празднику Финляндии и 9-летию независимости. Собрание открыл председатель правления общества СССР Финляндия профессор Маркушевич. Москвичи тепло приветствовали посла Финляндской Республики в СССР Яка Халлама. Глава делегации общества Финляндия Советский Союз Харри Эдгранд передал советским людям привет от народа страны СССР. Современное искусство СССР раздавилось. Так называется выставка, проходившая в Москве. Удивительный мир открывается в полотнах конголевских мастеров. Острые наблюдательности запечатлены сцены народной жизни. В современной скульптуре конга поживают в древней традиции народного мастерства, знаменитых конголевских речек по дереву и костей. Живой интерес вызвала у москвичей встреча с самобытным искусством далекой африканской страны. На всех голубых дорогах страны можно встретить питомцев старейшего на Урале Фермского речного училища, основанного в 1913 году. Училище выпускает механиков, судоводителей. В лабораториях, оснащенных современным оборудованием, производственных мастерских, курсанты на практике закрепляют полученные в аудитории знания. Тысячи раз они повторяют эти движения, прежде чем встать к настоящему машинному телеграфу. Каждую зиму сердца юных капитанов наполняются волнением и радостной тревогой. Начинаются выпускные экзамены. Ежегодно из стен Фермского училища выходят сотни первоклассных специалистов. Эту маленькую птичку сразу узнает любой охотник. Серая перепелка. С недавних пор ей очень заинтересовались ученые. По их предложению на Жигулевской птицефабрике оборудована ферма для разведения серых перепелов. Жители вольных степей хорошо освоились в новой остановке. Быстро прибавляют в весе, хорошо несутся. Невелико перепелиное яйцо, всего 10-11 граммов, но в нем сконцентрированы могучие требные силы. Применение перепелиных яиц дает хорошие результаты при лечении гипертонии, суберкулеза, язвы желудка. В ближайшее время на этой необычной ферме будет выращиваться ежегодно около 3000 перепелов. Хороший подарок получили в юбилейном году жители Барнаула. Здесь построен новый дворец спорта. Трибуны вмещают шесть с половиной тысяч зрителей. Мощная холодильная установка легко превращает спортивную арену в искусственный каток. Теперь и барнаульцы стали зрителями многих интересных выступлений. Воплотить строгую музыку Баха в классические образы балета этот замысел осуществила балетмейстер-постановщик Наталья Катапкина на сцене Большого театра в творческом содружестве с туристами балета Народной артисткой СССР Майей Крисецкой и Народным артистом РСССР Николаем Фадеевичем. Трелюдия Баха Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok